По данным МЧС, с начала года в России зафиксировано более 1600 случаев гибели граждан на водоемах, в том числе 200 детей. К сожалению, в этой печальной статистике есть и жители Еврейской автономной области. О безопасном поведении в купальный сезон на авторадио Биробиджан говорили с главным государственным инспектором Еврейской автономной области по маломерным судам Сергеем Курикаловым. На данный момент у нас три водоема задекларированы, три места отдыха у воды, так скажем. Три водоема есть, это два в Смедовичском районе и один в городе Биробиджане, городской парк. И также в городе Биробиджане на водоеме в районе улицы Парковой, на Шалаево, там дежурят спасатели. То есть можно сказать, что у нас четыре водоема находятся под контролем. И еще водоем, это логово Скорпионо традиционное, там силами водопользователя тоже осуществляется контроль за купающими людьми. И даже наличие в местах отдыха спасателей не дает стопроцентной гарантии от трагедии. Все же большинство жителей области выбирают для отдыха необорудованные зоны. Только с начала года уже зарегистрировано три смертельных случая на водоемах области, в том числе два в период купального сезона. Высокие риски несет использование на реках и озерах различных транспортных средств. У судоводителя, судовладельца должны быть необходимые документы на право управления. Он должен их укомплектовать в соответствии с правилами, с требованием правил по нормам снабжения. И соответственно должен выполнять необходимые те правила, пользуясь маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. То есть здесь необходимо наличие, прежде всего, спасательных жилетов, индивидуально спасательных средств при движении, при пользовании маломерным судном. Так как практика показывает, что наличие жилета, оно повышает шансы остаться живых при опрокидывании маломерного судна. ЧП с тех средствами, как признает Сергей Витальевич, не являются типичными на водоемах области. Главная причина трагедии – все же в неумеренном употреблении алкоголя во время отдыха у реки, оставление без присмотра детей, купание в холодной воде. Представитель спасательного ведомства отметил, проводимая профилактическая работа дает свои плоды. По сравнению с периодом 2019-2020 годов, число несчастных случаев на водоемах автономии снизилось. Полную запись эфира смотрите на портале reabir.ru Константин Земляникин, Кирилл Цирульников. Новости 21.